Когда я изучал Аристотеля, специально посвятил долгое время, меня прежде всего удивило, что Аристотель не замечает или, скажем так, отводит незначительную долю в своих рассуждениях искусственных вещах. Получается так, что мы в современном мире, когда рассуждаем о мире, мы всегда прежде всего видим вещи, которые нас окружают, столы, стулья окружают нас, какие-то искусственные вещи. То есть вещи, как у Халлигера, подручные. То есть весь мир состоит из подручных сущих. То есть тех сущих, которые создал человек, именно специально для того, чтобы их использовать, как некого рода утварь, это как вот некоторого рода инструменты для достижения... Слесообразные такие виды. Слесообразные предметы, да. А вот Аристотель, когда обсуждает в своей метафизике сущие, то он на самом деле обсуждает естественные сущие. И для него как бы странно, что в этом естественном сущии есть такие сущие, которые и являются искусственными. И их как бы можно как малое отбросить? Нет, даже не так. Не то, что там отбросить, а он уделяет месту искусственным сущим. Но он говорит о них так, что искусственные сущие являются только поскольку сущими, поскольку в их составе, в их материи присутствуют естественные сущие. Допустим, если искусственное сущие из дерева сделано, допустим, столб сделан из дерева, то у него есть вот эта природа деревянности. И благодаря этой природе деревянности он имеет в общей гармонии природы определенного рода стремления. Надо, кстати, обязательно сказать о том, что у него вот эти естественные сущие, которые представляются бы стихией природы, там, вода, огонь, какие-то отдельные, там, куски, там, типа, там, камни, там, и естественным образом, конечно, живые организмы, да, вот деревья и прочее. Вот у него все, все вот такие сущие, они имеют стремление. Вот у каждого, вот то, что он называется фюсис, да, вот у всего природного есть некое внутреннее стремление, и это внутреннее стремление к благу. И оно, как бы, прирождено, да, вот, и в этом и состоит, собственно, естественность. Все состоит естественность, что у каждого сущего естественного есть некоторого рода стремление. Причем это стремление проявляется, например, так, что тяжелое, оно, естественно, стремится вниз, да, вот у Аристотеля, в общем, вверх и вниз, это существенные характеристики, потому что Земля находится, как бы, в центре, да, она, как бы, упала в некую нишу, да, вот, и все тяжелое стремится вниз, а все легкое поднимается наверх. Вот это пример естественного устремления. И в этой гармонии искусственный сущий – это некая своего рода раковая опухоль. Он так не говорит, но он на него взирает с опаской, что вроде как люди нарушают эту гармонию, потому что они, например, создают какие-то ложа, какие-то столы создают, то есть продают предметом некого рода формы. Там как бы двигаешь два шага до восстания машин. Еще стол буквально. Да, да. Но вот эти формы, стол, допустим, у стола ведь нет какого-то внутреннего движения, как стола. Вот этого природного в нем нет, да, вот этого устремленности. В нем есть только устремленность материала, только материала. А не так, которому это вообще… Нет ничего. Конечно же, в стол заложена форма, которую некий мастер помыслил. Да, как бы вот он на некой идее, там некий эйдес, он сначала в своей голове увидел, а потом его оплатил. Нет, нет, нет. Ну, имеется в виду как бы обычную форму, да, то есть некую форму, да. Строитель имеет некую форму, ну, некий замысел, да, дома, а потом он выстраивает дом, да, и прочее. Так вот, это вот разделение естественно-искусственное, которое у Аристотеля перевешивает естественно-исущие, а вот теперь если мы побратимся к тому, как вот современная философия рассматривает этот вопрос, получается наоборот. Для нас вообще нет ничего естественного, да, мы как бы вообще с опаской смотрим на то, что вот есть нечто, что само по себе. Это показывает, прежде всего, например, философия Канта, да. То есть мы говорим о том, что всё в мире, на самом деле, есть некоторое наше конструирование. То есть, в конце концов, что такое наше конструирование? То есть всё есть искусственное? Да, но заметьте, что... Даже пространство времени — это нечто искусственное. Ну, заметьте, но как бы в таком, как сказать, среднечеловеческом мироощущении по-прежнему взгляд Аристотеля селёвым. Когда там стремятся, там, чтобы, ну, не знаю, там, сахар, чтобы безъестественный, ну, там, продукты какие-то естественные, без каких-то добавок, там, где-то модифицированы. Причём сахар может быть один и тот же, да? То есть он, как бы, ну, сахар что такое? Это сахар, молекула сахара. Тоже неестественная. Ну, нет, грубо, естественная сахарная свёкла, а это уже продукт некотикновой. А вот если у него там остались тростниковые вот эти вот недопереработанные вещи, потому что если он коричневый, он почему-то лучше, да? Хотя он не полезнее, там, ничего, но... Ну, вот он, как бы, ближе, да? То есть есть некая мифология, да? Да. Что, естественно, оно полезнее. Вот оно остаётся, да, потому что вот там остался немножко этого физиуса, осталось, не всё оттуда вы это, как это называется, вытремили или выхолостили. Ну, скажи, есть же такая тема, что подобное стремится к подобному, да? И как бы вот даже есть такой раздел медицины, там, где ищутся вот так вот мелкими дозами, там, гомеопатия. Да, тут тоже своего рода вот некое есть внутреннее чувство, что если чем ближе продукт к природе, да, вот если он прямо вот сейчас с грядки сорван и перенесён, тем он полезнее. И чем дальше он природящий, чем больше в нём технологий, там, какая-нибудь таблетка, да, какая-нибудь, в которой чисто вот всё синтезировано от начала до конца, тем он менее полезен. Потому что оно дальше состоит от нас. Но с другой стороны, мы живём в искусственном мире, да, в искусственном во всём. Мы даже сами для себя становимся некоторыми искусственными созданиями. У нас даже, мы пытаемся технологию, да, вот если говорить уже о том, в чём эта искусственность проявляется, внедрить во всём. Да, где-то есть всякие там женщины, которые говорят, я себя сделал, знаешь, вот так. Да, 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 даже человек представляет собой уже, как бы, знаешь, некое творение собственных рук, да, если что, если так можно выразиться, он самосовершенствует. Ну, творение не в смысле, как бы, творчества, да, а в смысле технологии. Вот так вот, да, я сделала, да, не в смысле того, что я там сотворила себя, да, а я, так сказать, как ремесленник, можно сказать. А так вот, если теперь обратиться вот на это разделение искусственное, естественное, по срезу различного рода там дисциплина, то просто обратиться к музыке или к красоте, да, к природе. Вот есть красота природная, а есть красота искусственная. И музыка, да, вот есть некое завывание ветра, да, вот некоторого рода, там, чириканье птичек, да, там, какой-то там морской привой, а есть вот наша музыка, которую мы сочиняем, да, которая технологична, там, да, которая записывается в определенный образом, да, там, которая имеет определенную созвучие, лады, да, там и прочее. Есть, допустим, некоторая свободная речь, да, а вот есть речь такая, она как бы с определенным образом упорядочена, да, в нем присутствуют некоторые, опять же, технологии, да. Например, поэзия, да. Да, про поэзию, да. И вот непонятно, да, с одной стороны, с точки зрения здоровья, мы уже об этом говорили, мы тянемся вроде как к естественности, да, вроде как это наша родина, да, и мы сами естественные существа, да, и должны как бы к этому стремиться. Ну, а почему-то мы вокруг себя зачем-то создаем искусственный мир, который, казалось бы, вот, почему-то вот есть такая тоже интуиция, что это вот искусственный мир – это мир смерти. То есть, как бы, конечная цель как бы всего этого искусственного – это по уничтожению всего естественного. То есть, все естественно исчезнет, как вот на планете, да, полная технологичная планета. Нет ничего, кроме вот искусственных сущих. Так, все создано руками, все движутся какие-нибудь там хитрые специальные там средства передвижения, да, там, как бы все заполнило здание, люди из пробирки, да, и так бы нет вообще ничего, что можно было бы назвать естественным. И более того, даже возникает такая коллизия, какой-нибудь рисунок, да, где, там, в асфальте пробивается какой-нибудь росток, да, и вот как бы борьба вот этих, как бы, вот остатков естественности, да, вот с такой вот неумолимой волей, такой, знаешь, суровой волей. Причем, обычно все рисуется еще в таких тонах, таких серых, да, таких металлических тонах, да, вот, тонах вот этой техногенной цивилизации, да, вот этой цивилизации, которая поставила себя полностью на искусственную. На самом деле, если вдуматься, то вот это вот искусственное, это не есть какой-то рок, да, это не есть какое-то там дьявольское наваждение, да, там, человечество. На самом деле, видимо, сам человек и себя, сам человек вырастает вот в этой искусственной. Зачем-то вот внутри человека вот есть нечто, да, что созвучно именно тому, что вот он вокруг себя мир преобразует под себя. Нет, ну, можно еще, кстати, добавить, да, немножко, как бы, возвращаясь на шаг назад, мы сказали про Алистотеля, да, это, конечно, античность, можно чуть-чуть позже подумать, подумать про христианский микрокосм, да, и понять, что вот естественность, допустим, в христианском мире, это что значит? Это значит, что целесообразность всякому сущему предана Богом, вот этим деревьям, там, и прочему, всякому сущему мире, ну, целесообразность, какой-то смысл, какое-то значение придал Бог. И, соответственно, тем и выпадают искусственные вещи, он как бы их не создавал. Он, вот этот физис, да, который Аристотеля, здесь это, как бы, условно говоря, какой-то, там, не знаю, дух, который вкладывает Бог, там, вот. Вот, так вот, вот эти искусственные сущи, они, как бы, рождаются, порождаются человеком, по его воле, исходя из его целеполаганий, но Богом они вот так не освящены. Вот, и здесь еще более разительно становится понятно, в чем, как бы, коллизия. То есть, действительно, человек, как бы, модифицирует мир от своей нужды, от себя, но при этом он является творцом, действительно, происходящего, и, как бы, делает это на чужой территории, с точки зрения, вот там, не знаю, какого-нибудь религиозного мышления. Вот мы не можем никогда без Бога обойтись, даже, как бы, говорим, про естественную красоту, про музыку. Вот. Получается вот так. Ну, и еще самое, что интересно, что тут еще есть такой вот устойчивый мифологический сюжет, связанный с тем, что есть противопоставление естественности, да, вот, и некой духа машины, да, вот, вот этот машинизм, да, вот, ты говорил, естественность, он связан с божественностью, а вот машинизм, дух машины, он связан как-то... Сатаной, да, вот, с дьяволом, как бы, да. И всегда об этом говорят, на самом деле, вот, даже, как бы, вот, вспоминая, допустим, вот, Серебряный век, там, это, как бы, противопоставление было особо характерно, это они постоянно на этом заострялись. В христианстве, на самом деле, если вдуматься, да, ведь есть две тенденции, вот, с одной стороны, ты правильно отвечаешь, что... Ну, я даже, как бы, извиняюсь, я тут добавлю еще, даже не христианство конкретно имел в виду, а вообще, как бы, некий религиозный, может быть, даже языческий посыл, да, это более языческий даже посыл. Вот, тем более, что тогда понятно, почему Аристотель так мыслит, да? Да. То есть, не то, чтобы из Аристотеля вырастает это, а просто, вот, из языческих, изначальных мировоззрений вырастает и Аристотель, и то, что мы, вот, встречаем подобное в христианстве, вот. Но в христианстве есть еще и другая тенденция, помимо того, что мир, как бы, освящен Богом, да, потому что мир является творением Божьим, в мире присутствует мир, на самом деле, и под властью князю тьмы, да, мир находится под властью сатаны. То есть, на самом деле, именно поэтому получается так, что, поскольку Бог, как бы, не от мира сего, да, и Христос говорит, я, мое царство не от мира сего, и люди, как бы, на самом деле, чувствуют себя, как не от мира сего, и противопоставляют себе этому миру. Отсюда возникает монашество, отсюда возникает всякого рода, там, аскетизм, да, всякого рода, посты и прочее. Ну, и получается, что, раз, закон мира, он не такой уж и божественный, а, может быть, даже где-то, ну, сатанистским его как-то вот не назвать все-таки. Не, ну, ну, не назвать. Вот, ну, в всяком случае, он, как бы, еще, еще пока, ну, там, не знаю, до Иисуса Христа еще не просвещен, да, он, мир лежит в каком-то там злее, или в грехе, или в мучении, там. Не, ну, уже на самом деле античность к этому приходит, что и когда они обсуждают благо, они доходят до того, что как раз в том, в чем проявляется больше всего эйдос, да, в чем, как бы, больше всего формальности, да, в том больше всего благо, а в том, в чем больше всего материя, в том больше всего, как бы, небытие. Ну, то есть, вот это противоставление бытия-небытия, по линии благо и, как бы, зло, да, вот. Это немножко другое, потому что, ну, вот, Эйдос, вот, как раз у того же источника, и у него эйдос же естественные, в основном, вот, он же не говорит, что, ну, то есть, у него, это различие проходит не по различию искусственного, естественно, а по материи, как ты выражаешься, и форме. Это все-таки другое, получается. На самом деле, Аристотель выпадает из общей тенденции, потому что, если посмотреть, как развивается античность, то античность, на самом деле, как бы, это через Платона сразу перешагивает дальше, через Аристотеля. Аристотель, там, как бы, как-то так получилось, что Аристотель в общей конве развития античной философии, он не вписывается в общую структуру. А, слушай, кстати, вот, я извиняюсь, что еще перебью опять. Получается, что, может быть, христианство, христианство, это не просто, там, нравственное учение, какое-то, которое революционную нравственную мысль принесло, может быть, это и был такой ход, вот, так сказать, человеческого разума, чтобы мир, как бы, вот, который был освященный Богом, там, вот, языческий мир, ну, правда, и до христианства были религии, честно говоря, ну, в общем, так или иначе, вот, был языческий мир, который освящен Богом, или богами, с которым нельзя вот так вот руками, так сказать, что-то делать. А если мы мир отручаем от Бога, противопоставляем Бога и мир, Бога и мир, все, как бы, мир становится нам доступен, и мы можем наконец-то развернуться здесь, вот, и не знаю, своей мыслью. То есть мы, как бы, обычно христианство обвиняем в том, что оно там, ну, не мы даже, кто-то там, да, что оно здесь жил, там, Ростнаук, вот, вообще было против рациональности, вот, против, там, так сказать, деятельности творческого человека, а, может быть, оно таким образом, как бы, и раскрепощало. Ну, ты высказываешь, на самом деле, есть книга такая, где, там, Акураева, где он доказывает, что именно христианство, с его воззрением на мир, явилось, на самом деле, стимулом и импульсом для того, чтобы человек обратился к природе и исследовал ее вдоль и попереду. Действительно. Потому что, вот, например, еще мусульманство не развивалось, с другой стороны, да? То, что природой было творением Божьим, да, и нельзя было препарировать, там же даже рисовать нельзя, да, изображение этих людей, да? То есть, есть определенного рода запреты, да, которые именно связаны с тем, что Бог создал определенным образом мир, да, и вмешиваться в него, да, пытаться его исследовать просто нельзя, запрещено. И поэтому мусульманство как-то в этом прогрессе остановилось, хотя в определенный период арабские страны были даже, являлись передовыми... Эти муратические там еще... Передовыми странами, да. А христианство в Европе, в Европе, благодаря христианству, действительно, мир, как бы, был, перестал стать... Ну, что-то быть божественным. Отлучен от Бога. Да, ну, перестал быть божественным, перестал, как бы, как бы, был расколдован, что ли, да? И было разрешено его исследовать. То есть, можно было позволено просто, позволено религии, да, в этом ничего особенного не было, что если люди изучали этот мир, как-то там, пристально его, и там, исследовали там эксперименты и прочее. Ну, вот такая есть логика, и, в принципе, она не лишена, наверное, не лишена родоподобности. Но вопрос-то в другом быть. Почему вообще мы, ну, можно понять, что, с некой эволюционной точки зрения, наверное, каждый организм, там, бобры строят плотины, да, там, муравьи строят муравейники, каждый организм пытается вокруг себя мир немножко, да, насколько у него хватает способностей и возможностей, изменить под себя. То есть, пытается мир прогнуть. То есть, но, но все, но только этим не объяснить, почему мы, на самом деле, распространили искусственность вокруг себя до таких горизонтов. Мы же сейчас уже, уже в космос вылетели, да, там, где-то спутники у нас летают, мы уже задумываемся о том, чтобы как будем покорять, там, какие-то космические пространства и прочее. Во всем этом видится некоторое, вот, например, Нитша, там, да, Хаддики, во всем этом видят некоторого рода такое дерезновение, да, такое человеческое какое-то волю к власти. То есть, мы с помощью техники не просто подчиняем природу, а мы, на самом деле, завладеваем, да, расширяем свои горизонты. То есть, воля, вот то, что называется воля к власти. Ну, а можно в этом видеть, на самом деле, некоторого рода проявления нашей существа. Возможно, то, что вот человек все-таки не вписывается в естественное, нельзя ведь совсем уж сказать, как иногда говорят, что человек – это животное. Не получается, что мы животное, да, вот у нас есть, в нечто есть внутреннее, что создает вот этот мир искусственности и требует его. Ведь оно во всем проявляется. Оно проявляется в искусстве, да, оно проявляется в языке, оно проявляется в технологии, которые осуществляются там в мире социального, да, то есть, мы строим города, строим жилища и прочее. То есть, вся наша жизнь сопровождается вот некоторого рода искусственностью. И это доходит до высот как бы религии, где человек понимает, что вот у него есть душа, и вот эта вот душа, она как бы не от мира сего, да. Это начинается в античности. Античности уже понимают, что человеческая душа – это пленница в нашем теле. То есть, тело – это от мира сего, а вот душа – не от мира сего, да, вот она заключена в теле, как в гробу. То есть, получается, что сома-сема – тело-гроб, да, такая была вот метафора. И суть о спасении как раз и состояла в том, чтобы эта душа вернулась в свое настоящее, вот, некоторое небесное жилище. В общем, там небеса понимаются, опять же, не в пространственном смысле, а в некотором, вот, как бы, в ином мире, в смысле нового мира. И вот эта вот неотмирность, да, она и есть проявление вот этой искусственности, которая является как бы, которая просто, ну, которую мы требуем, наверное, даже. Быть может, мы, эта искусственность иногда нам кажется, да, там, проще, вот, нюанс есть такой, вот, я стал думать, ну, вот, если люди мечтают, там, вдруг, о том, чтобы вернуться к какой-то естественности, что они себе представляют? Они представляют, что они, не знаю, там, с луком, там, бегают по лесам, и, там, вот, охотятся, добывают пищу, там, разжигают костры, там, и так далее. Вот, то есть, они точно так же, на самом деле, орудуют, да, какими-то орудиями производства, вот, просто это, эти орудия, они, как бы, осмысленны, и они, вот, именно сподручные, они, как бы, самими ими сделаны. Есть проблема в другом. Вот тот же Хайдегер, он же не против, он, ну, сам, в самой своей философии, да, содержит вот это орудие, есть. Он не против искусственного, он против того, что искусственное, ну, что, как можно выразить, языком Гигеля отчуждается от нас. Что, вот, если раньше была какая-то искусственная вещь, целеполагание, которое было нам от начала до конца понятно, вот, она была, как бы, вот, сподручна, то теперь ведь нами возникает, не знаю, какая-нибудь микроволновая машина, там, телевизор, просто автомобиль, там, еще что-то. То есть, мы живем в мире вот этих искусственных вещей и оперируем ими, но при этом мы, как бы, не понимаем их. Мы, ну, как бы, они для нас есть чистая функция, вот. Ну, да, ну, мир, как бы, это называется, что мир перестал быть для нас имманентным. Ну, вот, что там в этом духе может быть. Да, что мы, вот смотри, как бы, когда мы на лоне природы, в чем, как бы, в чем, почему природа нам, как бы, так вот, почему мы радуемся природе, да, потому что природа всегда нам в каком-то отношении имманентна, она нам понятна. То есть, растение, да, вот, то, что оно растет, как бы, да, вот, его попытка выжить, да, там, в каких-то условиях, да. Все, все метафоры, которые мы усматриваем в природе, все эти метафоры связаны с тем, как и мы, да, себя ощущаем в этом мире. В этом нет ничего особенного, или животного, то есть мы смотрим, как животное себя ведет, да. Ну, камни от нас дальше, ну, и даже и про камни мы что-то можем сказать, какой-то одинокий камень, где-то там затерянный, где-то там, в горах, там, как он там себя чувствует, и что-то в этом роде, да. И с другой стороны, мы смотрим, вот, какой-то каменный мешок, да, и что нам этот мешок говорит? Являемся ли мы, вот, ну, некоторые современные люди, вообще-то, на самом деле, уже в этом считают себя, что они уже в каменных джунглях поселились, и что каменные джунгли, это, на самом деле, есть уже их среда. Но если так вот посмотреть, у меня, например, никаких откликов вот этот вот искусственный среда, в котором мы живем, никак не отзывается в душе. Она действительно чужда. Да, вот, вот, то, что ты говоришь про чужденность, да. Ну, да. Вот, как бы, вот эти предметы, да, которые нас окружают, они, как бы, нависают над нами. То есть, почему мы, например, берем домашних животных домой? Ну, потому что, вот, среди вот прочих предметов, да, которые, которые, как бы, у которых мы не находим никакого отвлека, должно быть что-то, да, которое было, у нас бы, в которых мы могли бы отражаться. Ну, вот, я сижу рядом с компьютером, да, ну, компьютер, все равно, это нечто, дело даже не то, что он предмет, но, все-таки, компьютер может отликаться, да, я могу какие-то действия выполнять, да, и компьютер будет, соответственно, какие-то функции выдавать. Я там нажал одно, он там ответил определенным образом и прочее. То есть, есть определенный рода интерактив. Но, тем не менее, в этом интерактиве я не отражаюсь никак. Да, то есть, скорее, меня это засасывает, как в некую, в некую дыру такую, да, что... Ну, а в джунглях без людей, там, ты отражался, вот, думаешь, там, как? Ну, я не знаю. А в джунглях, ну, есть какие-то червички, там, какие-то растения. Понимаешь, все, что имеет рост, все биологическое, оно подобно нам. Вот, например, опять же говорю, домашнее животное. А, вот, кстати, вот эта тема уже ближе, это ближе к твоей любимой теме Гегеля, животных домашних, да, и так далее. Чем, как бы, тяжела искусственная среда? И почему она мертва? Потому что в ней нет других целеполаганий, кроме целеполагания человека. Вот она, как бы, сама не имеет этого. А вот, допустим, в тех же джунглях червячки ползут по своим каким-то делам, птички там по своим делам, эти, то есть, там, как бы, нет... Есть и общая гармония. Ну, даже не гармония, да, там есть, как бы, жизнь, помимо... То есть, ты не в мертвом пространстве, там есть какая-то жизнь, какие-то цели, стремления, валения, вот. А тут, заметьте, что-то еще не только так, мы еще жилища убираем, мы уничтожаем, там, при... Только нам пытается поселиться у нас кто-нибудь, да, который хочет доставить нам вот эти червячки ползуты, ну, как таракашки, деду. А мы, наоборот, это все вытесняем, понимаешь? Убиваем, там, тараканов, там, муравьев, там, этих мышей, да. Мы все это вытесняем. Потому что вот это... Есть некая заорганизованность нашего пространства, да, вот она должна быть такой. Но эта заорганизованность, она все вот... Она наше пространство умерщвляет. И вот мы вытесняем, на самом деле, это ведь, как бы, в биологическом смысле буквально так. Вот все эти там безумные вирусы, которые там порождаются, они же порождаются тем, что мы, как бы, вот, ниши освобождаем, как бы, от, там, не знаю, там, от одних... Ну, там, не знаю, одну заразу убрали, да, победили, освободилось пространство жизненное, и там возникла какая-то воля какая-то страшная. Там все эти оспы, так возникли, там, и так далее, там, и в положении, что есть... То есть есть... Ты хочешь сказать, что есть некое движение, как бы, в искусственности, в том числе и в здоровье. То есть вот... Что такое, в конце концов, здоровье? Мы же понимаем, что здоровье, значит, отсутствие микробов, да, отсутствие каких-то влияний, да, там... Раньше флюиды были такие, вредные флюиды. Здесь я немножко про другое, про то, что, как бы, это немножко тщетное. То есть мы вот... Даже наша попытка вот это создать чистую искусственность, она может обернуться. Вот. Мы, как бы, такую естественность, вот, можем породить в этих движениях. Нет, просто тут еще что интересно, что... Вот в искусственности есть исходная амбивалентность. Да, вот амбивалентность того, что, с одной стороны, это наше продолжение, потому что все, что искусственно, оно наше, поэтому мы создали это наши формы, да. А с другой стороны, вот это все наше, оно, на самом деле, как бы, против нас. Если вдуматься, на самом деле, как бы, все, что нам помогает, да, оно же нам и вредит. Все, что ближе всего к нам, на самом деле, то для нас больше всего опасно. А, кстати, я просто говорю про то, что не отражаешься там ни в чем, не отражаешься. А мне-то как раз вот кажется, что проблема вот этой вот искусственной вот этой вот жизни, да, искусственной среды в том, что ты, как бы, смотря на нее, к тебе возвращаешься только ты. Ну, как человек, как человеческие целеполагания. Здесь нет вот, что называется, другого. Раз, большой буквы. Вот. То есть, вот эта естественная природа, природа выступала всегда, как бы, как другое, как чуждая воля какого-то там мира, там, может быть, недружелюбного, или просто какого-то странного стихия вот этого, да. А здесь ты, как бы, встречаешь только себя. И даже, допустим, те же, эти городские животные, там, какие-нибудь собаки, да, городские, они уже, как выясняется, вот, насколько приспособились, там, к той же городской жизни, и насколько, как бы, сообразуют свое победение с жизнью, вот, рядом с вашим. Даже на светофоре переходят. И на светофоре переходят, и, как бы, там, и клянчат, там, и помойки всячески используют. Вот. Вот. То есть, просто, как бы, ничего такого естественного в них не осталось. И они уже не могут там жить сами по себе. Вот. Ну, не суть. Это я... Нет, я давно хотел... Это с одной стороны, как что ты говоришь, что мы через эти предметы возвращаемся к себе. А я так хотел сказать, что не возвращаемся. Что мы на самом деле... Понимаешь, вот, животное или другое, как ты правильно говоришь, возвращает нас к себе. Потому что, когда происходит сбой коммуникации, допустим, или сбой ожидания... Так тоже и я, да? Да. Ты, как бы, понимаешь, на самом деле, что в этом сбое коммуникации, что есть иное пространство. Ну, может быть... И есть возврат. Конечно, машина тоже ломается, это тоже сбой, да, и компьютер может неправильно работать, там, и прочее. Что-то может случиться. Но мы это всегда воспринимаем, как некоторого рода, ну, досаду такую, знаешь. Потому что с человеком ведь не так. Мы же воспринимаем, что другое, вот, и в этом у нас заключается интерактив, что другое может действовать как-то неожиданно. Так я хотел сказать, что на самом деле мы, вот эти вот вещи, которые нас окружают, они нас засасывают. То есть это означает, что они не как зеркало отражают и возвращают нас к себе, а что они делают из нас раба. То есть на самом деле мы играем в компьютерные игры, мы водим машину, да, там, мы наслаждаемся музыкой. Мы постоянно в свое время отдаем этим вещам. Мы, там, коллекционируем марки, мы, там, посвящаем дело, там, обустройству быта, комфорту, там, накоплению денег для того, чтобы этот комфорт улучшить. То есть вот, если раньше в естественном состоянии у нас мы были полностью свободные, да, и мы могли эту свободу вот направить, ну, на что-то там, то, что называется жизнью. То теперь получается, а ведь что значит направить это что-то на жизнь? Это значит жить с другими живыми существами, да, отражаться в них, давать им жизнь, получать от них жизнь. А тут получается, мы живем в пространстве некоторого рода предметов, да, отдаем им свою жизнь, наполняя их жизнью, а сами тем самым теряя, то есть вот есть некоторое рода постоянное как бы высасывание, да, вот как, вот некая затяга, как пылесос, вот у нас постоянно все выкачивает жизнь, да, вот машина сломалась, надо ее ремонтировать. То есть матрица уже вот она, да? Да, вот она матрица. У тебя компьютер уже старый, надо покупать новый, надо заработать для них деньги, ты должен пойти заработать деньги, купить. Стиральная машина нужна, потому что если у тебя нет, значит ты как бы должен стирать руками, ты идешь по всему. А для стиральной машины опять надо зарабатывать деньги. И так во всем. Вот некий есть бесконечный этот, как называется, там, эфицианизм, да, вот в этих вещах. Квартира одна, вторая, лучше, больше, там, дача одна, вторая, больше и так далее. То есть во всем, и это даже не с точки зрения как бы наживы, да, а именно так устроены искусственные вещи. Там-то есть некий перфекционизм этих вещей. Компьютер, вот, например, приходишь купить компьютер, и ты понимаешь на самом деле, что можно потратить, там, денег, там, от нуля, до бесконечности, да, там, как-то, просто не безумный можно компьютер купить, да. Так же и с машинами. Идешь, ну, там, не до бесконечности, но все равно, там, огромные возможности развиваться. И, ну, дело даже не в том, что ты на это время тратишь, как бы, для того, чтобы эти деньги заработать. А во всем этом, как бы, есть некий уровень безумия. Мы, на самом деле, используем машину, чтобы переехать из одного места в другое. Но это ведь не так. На самом деле, машина, это там, это часть какого-то престижа, часть удовольствия, комфорта, это часть того, что будет пожирать наше время. Вот все эти искусственные вещи, на самом деле, они просто пожирают наше время. И да, не даром, вот, я вот сейчас слушаю йогов, да, они буквально говорят, не только йогов, да и христиан, они говорят, что надо уезжать из городов, да, что города стали мертвым пространством. Потому что здесь уже, как бы, нет жизни, здесь нет возможности, дело даже не то, что экология, там, научно-продукты искусственные и все, и это тоже, конечно же, имеется в виду, но и, прежде всего, само пространство. Нет времени здесь. Здесь нет возможности время направить на себя. Все время, которое здесь есть, которое, кажется, мы, на самом деле, направляем на себя, все сжирают вот эти искусственные вещи, все, что вокруг нас окружает. Надо постоянно что-то делать. Да, похоже на правду. Так вот, мне кажется, и у Хайдегера живет отчуждение, в этом же смысле понимается, да, что все, как бы, организовано таким способом, что мы не принадлежим самим себе. То есть мы, как вот, белка в колесе замкнуты, да, и нам некогда увидеть себя, да, то есть, как бы, вернуться к себе. Так вот, в этом смысле я и говорю, что вещи, они не отражают, в них не отражаешься, потому что ты видишь животное, и ты в нем отражаешься, да, теперь это вот животное тебя возвращает в себе, ты наконец-то понимаешь, что ты живой, в общем-то. И люди другие тоже в людях отражаешься, но пространство, вот это искусственность, в котором мы живем, оно так устроено, что оно именно и отчуждает, оно и стремится к тому, чтобы мы замкнулись в каких-то ячейках, да, каких-то квартирах там, да, каждый сам в отдельности, да, вот такие автономные миры такие искусственные, да. У каждого отдельный компьютер, да, там, у каждого отдельная машина, у каждого отдельная стиральная машина и прочее. То есть все, вот эти вот замкнутости, да, и причем чем дальше, тем больше эти замкнутости, все больше и больше формирующиеся. И в конце концов, как бы, вот это бесконечное, как бы, сумасшествие, где рождение и смерть, это, на самом деле, одно мгновение. А между ними просто жизнь машин и жизнь, как бы, вот всех этих автоматов, которые нас, мёртвых вещей, которые нас окружают. Но, с другой стороны, я хотел сказать, что вот эта искусственность, она не родилась каким-то мановением, палочкой какого-то там демона. На самом деле мы ее порождаем. То есть мы на определенном этапе стремимся к тому, чтобы вот наши внутренние чаяния, наши внутренние замыслы, идеи и прочее воплотить вовне. В этом проявляется некоторого рода, если можно так сказать, наше чаяние, наше чаяние и нового мира. Потому что искусственность, она ведь, то, что я говорил про перфекционизм, в этом есть определенного рода идеальность. Нам нужно, потому что в мире, естественно, присутствует какого-то рода постоянного беспорядок, бесформенность какая-то. Ну, короче, устройство мира, которое сделал Бог, оно как бы не самое эффективное оказалось. Можно лучше. Да? Да. Можно лучше. И недавно здесь есть система по Вавилонской башне, что люди начали строить Вавилонскую башню, чтобы до Бога там добраться. И с другой стороны там, чтобы показать, на самом деле, что люди еще что-то там могут, чтобы сделать наравне с Богами. Ну и вообще, говорят, цивилизация. Ведь технология и искусственность, она, говорю, пронизана сверху, пронизана и вообще с ней сверху донизу, во всем. То есть, и дело даже не только в эффективности. Понимаешь, вот если бы речь шла о каком-то комфорте, да, о том, что животное, любое животное так приспосабливается, и мы тоже своего рода животное, и мы так приспосабливаемся, это разговор был банальный. Да, да, и тут не о чем было бы говорить так. Вопрос не в этом состоит, вопрос состоит в том, что и не могло быть иначе, что вот в некотором смысле это наша судьба. Вот наша судьба, вот пройти через мир, который, вот, прости, через мир, который чужд нам, с одной стороны, да, а с другой стороны, который мы сами и породили. То есть, вот знаете, вот как Франкенштейн, там, он рождает новую жизнь, да, как бы так, искусственную, да, о которой ему потом мстит. Вот так же и мы, мы создаем некий искусственный мир, да, веря в то, что вот это тот самый новый мир, да, и этот новый мир нам мстит. Вот той, вот этой своей безмолвностью, да, вот этой своей, как бы, нацеленностью, чтобы нас поработить. Ну, что значит поработить? Если нечто удовлетворяет наши какие-то чаяния и нужду, то она нас и порабощает. Вот в чем состоит рабство? Что если нечто потакает какой-то у какого-либо рода страсти, то эта страсть становится еще более сильнее, эта страсть, как бы, начинает развиваться. И вся вот искусственная среда, она и построена на том, чтобы вот развивать в нас вот все, как бы, да, вот и низменно, и возвышенно, но тем не менее, именно с точки зрения порабощения. Потому что освободиться можно только единственный способ, просто все отсечь, да, и пойти, допустим, там, медитировать где-то там, монаха там, либо в монастыре, либо где-нибудь там, на природе. Мы практически обсуждаем тему рукоделия. То, что сделано человеческими руками. На самом деле технологичность ведь дошла даже до таких высот, как этика. Раньше, например, вот Ницше любит эту тему рассматривать, да, этическими поступками понимались некие его рода инстинктивные поступки, вот есть некоторого рода внутреннее понимание правильности и неправильности, да, которые не обсуждаются, да. Нет какого-то единого правила на все случаи жизни. Есть некого рода конкретные обстоятельства, в которых человек понимает как-то изнутри себя, да, а из сердца понимает, как надо вести. И Ницше говорит, что все, например, он, прежде всего, греческую культуру рассматривает, да, что в греческой культуре вот эсхил там и прочего рода там представителей древнего такого цельного человечества, оно именно так понимало, да, мораль. И вот тут приходит Сократ, да, и проблема Сократа состоит в том, что он пытается разумом как бы вот некую формулу найти, да, вот того, как правильно поступать. Он задает какие-то странные вопросы, на которые невозможно дать ответ, потому что этика произрастает изнутри как некая естественность. Вот есть некая естественность, она и должна, по идее, этика такой быть, потому что нельзя придумать формулу на все случаи жизни. А Сократ говорит, что нет, вот есть добро равно красота равно истина, да, вот эта вот формула такая, да, в которой и в том числе и этике нужно придать некую формулу искусственности. Она должна быть как бы вот произведена на свет, да, как бы и дана человечеству. Ведь эту задачу сам Сократ и Платон, может быть, не могут выполнить, потому что в каком-то отношении Платон говорит о том, что нравственность может быть воплощена только в неком совершенном государстве. То есть она не может быть в формуле воплощена в буквальном смысле, да, в неком правиле. Она может быть воплощена только в некотором виде вот созданий, типа государства, да. Ну, как бы и среды, можно это правильно так и сказать. Да, среды, которые будут созданы. Но уже христианство ведь учит нас о том, что вот есть некая этическая формула, да, есть некое этическое учение, да. Если ты будешь следовать этому учению, то есть некой технологии, некому алгоритму, то ты, на самом деле, будешь нравственным. То есть нравственность – это на самом деле осуществление некого алгоритма. Ну, я немножко утрирую сейчас, конечно. Это ты как-то сильно утрируешь сейчас в христианстве, что оно… Нет, в христианстве оно… Ну, я понимаю, да. А вы больше говорили, что не закон, не буква, а… Тем не менее, есть не только в христианстве… И я действительно слишком сильно сейчас суть взрываю, но только чтобы показать, что вот такая тенденция даже проникла в такую сферу. А уж то, что она проникла в другие во все сферы, в сферу образования, в сферу экономики и прочее – это как бы само собой разумеется. И все это стремление надо как-то осмыслить. И причем вопрошение, о котором Хаджи как раз говорит, что мы не мыслим, оно именно касается этого. Вот есть некоторая рода техника, которая из нас произросла. Это плоть от плоти наше создание. Это не нечто, что само по себе возникло, правильно? Вот мы приручили, условно говоря, мир и создали из него технику. И за этот прирученный мир теперь должны отвечать. А вот этот мир прирученный, он ведь, когда стал иным, он живет уже по своим неким законам. Уже существуют некие мертвые города. Какой-то есть город рядом с этой… с электростанцией-то, Чернобыльской. Мертвый город. Я как-то фильм про него смотрел. Там… Называется? Чернобыль. Нет, там город по-другому называется. По-другому по-другому. Ну там просто… в чем состоит ужас-то? Припять. Да. Там просто, когда показывают этот город, вот… трудно объяснимый ужас, да? Естественность пробивается сквозь это… Естественность. И там облюбовали волки, бегают лисицы, бегают коты. И там дикие живут они как-то на училище. Для кошек это считается, что самое для них будет… Вот если, допустим, человечество вымерет, останется очень много домов, вот этих вот развалин. И это будет раздолье для кошек, они будут чуть ли не как бы самый процветающий вид. Причем как бы сейчас много фильмов на BBC появилось, где как раз и рассказывается там… Как все это закончится? Да. Десять лет, допустим, после исчезновения еще двадцать лет и прочее. То есть вот эта вот тема о том, что вот есть некий вот мир, да, который мы создали, и который теперь по своим законам живет, да? Но он как бы неестественный, да, вот он как бы угловатый какой-то, да, вот он страшный. Вот эта человеческая опустошенность, да, вот заброшенная какой-нибудь, допустим, завода. А приходишь на этот завод, и вот ужас, который ты видишь, беспорядок, да, в некотором роде вот хаос, он вдвойне страшнее, чем, например, хаос, который мы видим в природе, да? Да, да и даже если там хаос, даже если просто пустые, как бы ровные помещения, вот даже это может быть страшно быть. Хочешь по какой-нибудь заброшенной этой… Мертвое пространство, в том числе станции. Мертвое пространство. Понимаешь? И там просто пустые коридоры, а это уже страшно. Это заброшенная космическая станция. Ходил? Нет, ну есть даже фильмы ужасов, где как раз люди пролетают в пасти какую-нибудь заброшенную космическую станцию и видят там всякого рода ужаса. Да, да, ну почему? Потому что само по себе это пространство ужасно, понимаешь, оно как бы абсолютно безжизненное. Нет, ты заметь, как бы вот мы сталкивали, в свое время человек сталкивался с природой, и в природе точно так же весь этот ужас видел, да? Мы были, друг друга встречал, что-нибудь необычное такое. Допустим, европейцы столкнулись с слонами, да? И было, наверное, непонятно, что же это такое за животное огромное, да? Когда Александр Македонский там завоевывал Азию, вот боевые слоны были такие. И тут своего рода вот бегемоты какие-нибудь, да? Много есть там разных существ, которые необычные. Но тем не менее, они как всего то, что они животные, и как это они? Понятно как-то. Ну, необычность их не столь необычна, как кажется. А вот мертвое пространство, да, вот это вот искусственное, оно, вот, не знаю, на меня, например, не только тоску навевает, а просто вот какой-то пронзительный ужас, да? Вот в этом как бы видится, вот для меня, например, ассоциация смерти – это никогда не разложение живого существа. Потому что в разложении живого существа как-то присутствует жизнь, там, черевички какие-то, микробы там ползают, да? Как бы плоть наша не пропадает зря, как нам думать, там, просто и кормятся другие существа. А пустое мертвое пространство, вот это вот, да, заброшенное, оно вот это и есть настоящая смерть, да? Вот как пустота, вот как просто, как ничто. А как вот все-таки так? Ну смотри, в деревню уехать нельзя, правильно все-таки? Это не наш путь, наверное, как-то? Не-не-не, убежать там. Смотри, мы не можем… Как же сделать так, чтобы вот не сосало там эта жизнь и время? Поднимись, мы не можем от себя-то убежать. Дело же не в том, что… Есть такая мечта такая. Сейчас у тебя она была американской мечтой, что, типа, где-то на лоне природы, там, жить, там, в гармонии с природой, растить, там, в саду какие-то, там, овощи, там… Ну, скучно. Ну, и у нас же… У нас же тоже такая была мечта своего рода, да? Вежуха. Вежуха. Но, тем не менее же, суть ведь не в том, что состоит, что вот мы живем там в каменном мешке, типа, а надо куда-то на природу уехать, а состоит в том, что мы, никуда бы ни пришли, мы везде создаем этот каменный мешок. Мы на природу выезжаем, берем с собой машину, магнитофон, берем с собой всю эту искусственность. Мы, на самом деле, везде с собой носим дорогу. То есть, она вместе с нами везде приходит. Мы уже вообще не понимаем, что такое природа. Мы уже к ней выйти-то не можем. Мы уже деревья-то не видим. Ну, мы немножко, как бы, сгустили, конечно, краски. Но, на самом деле, для нас уже его естественность уже недоступна. Если посмотреть даже… Слушай, а вот вопрос такой, да? Ну, вот эти вещи, они действительно тянут нас время, как бы они заставляют делать нас рабами, они заставляют нас вот… Служить им? Служить им, да, да. Их надо чинить, их надо пыль с них стирать, их надо апгрейдировать, их надо там… Как там сказать… Ну, покупать… Ну, ты должен иметь одно, второе, третье, четвертое… Ну, если думать, как вот так произошло… Не получилось ли так, что, вот, сначала, как бы, человек жил, и там, ну, в самом древнем своем, так сказать, виде, бороться за существование, у него были какие-то цели… Как только, как бы, борьба за существование ослабла, он стал искать смысл, и вот, как бы, стал находить смысл вот в таком роде действиях. То есть, что он… Что эти вещи, как бы, они заполняют пустоту, которая… То есть, не они причина пустоты, да. Дело не в том, что вот они такие, как бы, навязывают нам, высасывают на нас жизнь, вот это вот время, как бы, у нас отбирают, а нам просто некуда его потратить из-за нашей внутренней пустоты, вот. И мы с радостью, как бы, пытаемся за эти вещи отдаем им себя. А ведь вещи такие ладные могут быть, да, такие… Могут. Даже уже наша промышленность застигла такого уровня уже, что… Просто… Бывают вещи просто на загляденье… Понимаешь? Вопрос в том, как бы, кто… Демонический. Это на чьей стороне? Может быть, не на стороне вещей, а на стороне какой-то… Ну, как вещи-то в этом виноваты? Конечно, виноваты в этом мы. Мы же создаём вещи. Нет, ну… Это понятно, что… Ну, почему… Понимаешь, это мы выпустили, как бы, духу неких злых, да, как бы… Ящик Пандоры открыли, да. Эти духи теперь живут своей жизнью. Нет, вот я как раз спрашиваю, живут ли они своей жизнью, есть ли там духи? Или, как бы… То есть, ты считаешь, мы легко сейчас вот можем… Сказать, а вот я сейчас пойду и буду жить. Не можем, потому что… На плане природы. Потому что у нас самих, как бы, нам нам нечего делать будет. Нам эту пустоту свою внутреннюю, некуда будет избнуть. Ну, конечно, если бы… Если бы… Не стеснённых обстоятельств, да, не в каких-то там… То есть, ну… Тебе нужно дальше какой-то смысл искать. Вот ты, так сказать, на природе. Ну, хорошо. Вот ты едой обеспечен. А что дальше делать тебе? Тебе надо что-то делать. Вот. И не так уж важно, как бы, делать ли какие-то технические вещи там, или там, зарабатывать деньги на них, или там, не знаю, творить что-то там другое. Ну, так иначе ты будешь что-то производить. Ты будешь искать, как бы… Ну, короче, искать смысл в чём-то искусственном. Ну, как тебе, естественно, найти смысл? Какой ты там? Как много можно смысл найти в естественном? Ну, вот, какой смысл? Купаться, что ли? Гулять по этим джунглям? Вот. В небо смотреть? Ну, а как же древние находили в этом смысле? Ну, вот находили. Может быть, они, как бы, к этому и шли. Часто на небо смотрим, на звёздное, на которое… В древности восхищало людей, вплоть до того, что… Это человек, на самом деле, уже. Да, редко. И вообще не смотрим, если думать. Хотя, то, что называется… Нет, а поэт это смотрит. Астрономия, если взять древних философов, любимую долю их исследований – это исследование звёздного неба. Что они-то, что там происходит и прочее, как и от чего. Мы этим вообще не занимаемся. Нет, ну, исследования, да. Ну, хорошо, исследования, они чем-то отличаются, вот эта деятельность? Она не высаживает древо. Это же своего рода удовольствие, понимаешь? В этом же во всём… Вот в том, что исследовали небо, ведь была не просто какая-то обязанность какая-то была, а в этом была своего рода, ну, как молитва, понимаешь? То есть, священное действие. И всё это исследование природы и так и понималось. Это же были какие-нибудь тайны, понимаешь, там, допустим, диаметические таинства. Ну, согласен. Наверное, в первую очередь, когда человек вот так действительно освободился, у него появился как бы, так сказать, ресурс какое-то, время свободное, голова, отвлеклась там от борьбы за жизнь. Он, наверное, в первую очередь к познанию и повернулся. Да, ты прав. И это интересно, а почему же сейчас тогда, как бы, вот, человек предпочитает сбывать себя не в познании, да? Ты вот так говоришь, понимаешь, меня что удивляет, что ты думаешь, какая-то в этом и есть наша и твоя, моя личная воля. На самом деле, это судьба. Нет, я пытаюсь понять… Поэтому я говорю «духи», понимаешь? Потому что это от нашей воли и с тобой никак это не зависит. Вот есть некоторого рода эти устремления давно заложены в человеку. Они просто имели меньше возможностей, имели больше возможностей. От того, что это… Они сейчас воплотились. Нет, вот смотри, вот, зависят от воли или являются продуктом нашего устройства – это разные же вещи. То есть я говорю про то, что там нет никаких духов. Просто мы устроены так, не то, что воля наша такая, а мы вот устроены так, и я говорю, ну, представь себе на секунду, что люди, допустим, им просто нечего больше делать, кроме как, не знаю, там, собирать, коллекционировать машины. Это может быть не так. Но ты про отдельного человека говоришь? Отдельный человек появляется в этом мире, но, в конце концов, у него много возможностей. Он может отказаться всего, если поехать куда-нибудь в Тибет, там, медитировать. Медитировать там сидеть. Например. Много что может сделать. Дело же не в этом идет, как я понимаю, разговор. Я думаю, что основная эта проблема состоит в том, что вот есть некого рода судьба, была судьба. С самого начала человечества. привести к тому, к чему мы пришли. И мы не могли ее избежать, потому что в нас изнутри вот эта вот воля сидела. Теперь мы пожинаем просто плоды, там, тысячелетнего развития. Многие считают, что это хорошо, это благо, будет дальше развиваться, там, какой-то космический век, там, киборги и прочее. Может быть, это да, может быть, это так. Только во всем этом есть вот угасание, как я вижу, в жизни, да. Мы жизнь все больше и больше, и так сейчас мы больше и больше жизни отдаем вот этим искусственным предметам, да. Уже не сами живем, а живут. Они. Живет машина, там, живет, там, компьютер. Все это живет, но не я живу. Я не знаю, куда свою, ты правильно меня говоришь, куда свою жизнь сбыть, да. Это некое богатство мое, да, вот мое время потратить на одно, второе, третье. Это действительно вопрос существенный. И, может быть, это и хорошо, что есть куда сбыть, да, там, есть искусственные вещи, которыми мы можем заняться. Даже не важно, хорошо или плохо. Да. Но вопрос-то еще более фундаментальный, что, на самом деле, нам уже даже возможности нет оглянуться дать, даже, может быть, вопросы-то задать. Потому что мы просто озабочены реальностью, что вот сама, как вот у Хаджи говорит, что значит подручность? Это же не только, как бы, полезность, которую мы извлекаем из окружающего. А другого мира нет. Весь мир всосал вот нам. Мы как бы спроектирулись в этот мир, и нас-то нет. Есть вот такие вот предметы. Полгода назад, полгода назад мы собирались, я как-то пытался эту тему провести. Что мир вот из нас высасывает все, что как бы в этом мире, вот. А ты говорил, да нет, все нормально, все от человека зависит, там, понимаешь, что это за разговоры. Пошел и уехал в деревню. В таком был духе. Вот. Но действительно есть такая тенденция. И более того, я же говорил, что это еще и ласковый такой плен. Понимаешь? Это как бы такой уютный, ласковый такой... Дальше будь сильнее и сильнее. Потому что все стремится к тому, что, на самом деле, теперь человек стал тормозом для того, чтобы эти предметы стали еще более совершенными. Потому что человеку для того, чтобы разобраться с компьютером, уже он должен повышать свой уровень, да. Он уже, вот, отклик, да, там, как будто, его отклик на какие-то действия в компьютере, он тормозит, да. Он, есть тот, тот, как бы, слабый, последующий, да, последующий слабое звено, которое нужно устранить, чтобы все это дальше бурным светом двигалось, да. Вот уже сами предметы... Типы какие-нибудь. Да, ему надо, как бы, да, увеличить свою производительность, там, оперативной память, ему ставить какой-нибудь, там, дополнительный, там, жесткий диск, там, отстроить и прочее. Ну да, чтобы он больше... Сколько информации производится? Это же тоже маня какая-то, да? Сколько информации производится, вот... И поэтому вопрос теперь встал за то, что надо устранить человека, что вот в этой прогрессии, которую мы же производили, производили некоторые формы вовне, да, эти формы воплотились в вещах искусственных. А теперь получается так, что, как бы, человек стал не нужен, эти формы сами могут производить. Станки производят станки, там, компьютеры производят компьютеры. Человек не нужен. То есть человек, на самом деле, он мешает, может быть, уже, да, что... Может случиться так, и об этом рассказывают нам фантастические фильмы, что вдруг машина очнется в разуме и поймет, что на самом деле человек — это вирус на земле, понимаешь, что он... В отличие... Машина ведь разумна, да, она может, как бы, она понимает, как правильно все делать, да. А человек, у него есть страстишки есть какие-то там, у него есть одно, второе, третье, он, как бы, ну, он не машина просто. Вот это простое выражение, что такое человек. Он не машина, он лишний элемент. Это фильм, там, «Терминато», там, еще какие-то фильмы есть, там. Причем есть фильм очень интересный, один вообще любопытный, там. Просто по фильму можно судить о том, как мы понимаем себя, да, в частности, потому что сейчас и фильмы — это тоже своего рода наше самосознание, которое вот проявляется в таком массовом продукте, да, в массовое сознание. Так вот, в этом массовом сознании вот рождаются такие, например, фильмы, где компьютер вычислял, вычислял, как бы, тенденции, да, и вдруг понял, на самом деле, что главная тенденция состоит в том, что надо уничтожить человечество. Потому что все хорошо в этом развивается, только человечество высасывает ресурсы, как бы, и оно не нужно. И в этом, на самом деле, что интересно, мы в этом сами… Это не какая-то страшилка, а мы сами это внутренне понимаем. Ну что? Мы уже не догоняем. Люди, люди же. Да. Что вот совершенство компьютера… Мы перед совершенством компьютера мы уже пасуем, то есть мы уже, как бы, какие-то развалины, да, такие-то мамонты, да. Вот есть совершенный компьютер, он стоит, он быстро работает, он вычисляет, там, мгновение ока там вычисляет. И человек, который, там, столбиком что-то пытается умножить, да, там, это просто смешон. Человек просто стал посмешищем, да, вот такой, как бы, придаток такой, смешной, понимаешь? Там… Так же, если видите, и с машиной, с какой-то скоростью, да, вот, какого-то рода там… Даже эстетика машины, да, и человек какой-то корявый, двуногий, какой-то кривой, косой, каким-то своим… это… Своими болячками залазит в эту машину, там, кряхтит, что-то курит, там, пепел сбрасывает, понимаешь? То есть, вот, представьте, интерьер машины, да, вот он совершенно красивый, и человек, который в нём, как бы, всё гадит, да, вот он дышит, там, там… Газы испускает разного рода прочих, в носу ковыряется. То есть, и… И ты заметишь, что сама эстетика, да, вот всего этого говорит о том, что человек не нужен, что человек должен уйти. Но ведь мы-то с этим не согласны. Мы с этим не согласны, мы люди. То есть, мы вот живём в этом чужом-чуждом нам мире, да, который сами создали, да, кого… Мы, как Франкенштейли, да, создали монстр, который пытается нас вытеснить. Он нас реально вытесняет. То, что вот он наше время закладывает, на самом деле, это и есть способ вытеснения. А потом, допустим, он придёт и скажет, ну, ребята, хреба, а что уходите? Всё равно бессмысленно жили. Вот. Вы не нужны, потому что вы жизнь свою отдавали всякой фигне. Можно так сказать. По справедливости. Ну, как, если бы вы занимались чем-то дельным, там, вот, чем-то хорошим? Нет? А что значит, дельным хорошим? Ты вот заметь на самом деле. Ну, нет, ну вот, непонятно, да. Но всё-таки таким… То существо, которое задаёт вопрос о смысле жизни, значит, оно его не имеет. Вот компьютер, он работает, они спрашивают, почему надо работать. Он просто работает в своей работе и состоит смысл в своей деятельности. Нет, нет, нет. А человек, задающий смысл жизни, означает, что он его не имеет. Значит, это не смысл, это существо. Я про другое бы хотел сказать. Что обычно как раз во всех этих фильмах, да, про машин, как бы, да, человека, ну, там, условно говоря, оправдывают, да, изначально. Ну, конечно, конечно. Тем, что вот он чувствует. Каймен должен быть. Нет, нет, нет. Ну, тем, что он чувствует, тем, что он, как бы, нервнодушен, что он ищет смысл, что он понимает, условно говоря, ну, как мы, по философски скажем, понимаем, что такое существовать. Вот. Ну, так вот, про современного, вот, от человека, машина, можно сказать, слушай, ну, ты даже этого не делаешь. Ты на самом деле, как бы, всего лишь функция. Человек паразит. Ты просто машина, но плохая. Правильно. Ты уже машина. Я говорю, человек паразит. Ты уже, нет, ты уже автомат, но автомат несовершенный. Вот, если ты, если ты был, специально, если ты был человеком, да, если, ну, как бы, действительно, если твое бытие отличалось бытие автомата, вот, причем, возможности у тебя такая есть. Ну, ладно бы ты бы существовал, как, не знаю, там, в музее, как там, особый, там, артефакт, как, что-то такое. Как, вот, совершенно, да, как что-то, что, как бы, в мире надо оставить, потому что оно, вот, особенное. Вот. Ну, ты же просто несовершенная машина. Вот. Просто, как бы, машина, которая убогая. И к тому же еще смертная. Ну. Не, ну, а теоретически, технически аппарат можно сделать, что он будет, ну, если не бессмертный, то для человека просто немыслимо долго работать. Какой-нибудь, там, сервер, который, там, с 50-х годов включен, до сих пор, там, пашет. Ну, там непонятно, что такое смерть, там, не смерть, там, починили, там, ну, это, как бы, с точки зрения, там. Нет, ну, согласись, что вот, сама жизнь даже переосмысляется в связи, сейчас же все, на самом деле, рассматривается в метафоре компьютера. Потому что, в каком-то смысле, мы понимаем, что вот компьютер, да, нас обогнал уже давно, да. Это, кстати, вот, нет, вот еще... Лучших психматистов он уже давно уже обыграл, как бы, да. Мы еще в свое время, там, я вот помню, вот эти вот встречи, да, когда Каспаров, там, играл с компьютером, да. Он играл, да. Диплю, там, каким-то, да. Не просто, что в этом еще была, вот, как бы, человечность против машин, да. Да, 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 да. И что человечность нечто такое, что невозможно преодолеть. А сейчас уже все, уже поняли, что все, мы уже бесконечно уже отстали, все. То есть, мы с машиной уже не можем справиться. Вот. Ну, тут видишь, тут обычно, там, это же еще в начале века тоже критиковали человека за автоматизм, там, я даже какого-то Вуджиева читал, там, какая-то мистика, что вот он, там, вот, как автоматы, живем. Ну, так вот просто, как бы, а почему бы не жить, как автоматы, да, вот, можно было бы спросить. А чем это плохо, откуда плохость-то такого возникает? А вот если ты понимаешь, что существуют автоматы более совершенные, вот, тут уже, как бы, другой разговор. Мы же меняем компьютеры один на другой, потому что тут, как будто предыдущая, там, перестала работать. Вот уже, как бы, там как-то понятно, почему не надо быть автоматом, потому что ты сразу будешь плохим, вот. Да, и поэтому, на самом деле, зов как раз к человеку и состоит в том, что надо найти именно свой путь. Мы, на самом деле, сейчас осуществляем некую судьбу, не свою, а какую-то другую машинную судьбу, да, ну, если так можно, какую-то судьбу, некую искусственность, которую породили. И мы, на самом деле, во власти этой искусственности, потому что в каком-то отношении искусственность это нас поработила. А надо найти, как бы, свою судьбу. И свою судьбу эту можно найти, ну, каждый, наверное, своим способом должен это сделать, но в каком-то отношении, вот, в направлении, опять же, обратиться к естественности. Вернуться, как бы, в лоно. Потому что в лоне природы, вот, природа не была нам укором, потому что в природе все было нам уподоблено, да, вот, все живое, как бы, оно друг к другу уподоблено. И там, мы там были в каком-то отношении вершины эволюции, мы были вершины природы, да, ну, и вершины условно там. Конечно, тоже трудно понять, почему, по отношению, скажем, к животному, там, к оттуда, почему мы вершины, а он нет. Такой же совершенно существует. Мозг больше. Ну, мозг больше. Потому что мы его купаем, а не у нас. Ты знаешь, что коты почти не болеют, всю жизнь живут и не болеют, а мы постоянно болеем. Это да, круто. Коты совершенны. Бактерии тоже не болеют. Что-то хочешь сказать, что они сами совершенны? Ну, они просто, наверное, так. Просто чуть что не так, они умерли, и все. Субтитры создавал DimaTorzok